Девушки отдыхают Номер 10 Губка Боб провоцирует ожирение? Все мы знаем, что Патрик Стар проводит большую часть своих дней, обжираясь перед телевизором. Но что же происходит, когда жизнь начинает подражать вымыслу? В 2005-м ученые связали воедино тревожные показатели детского ожирения в США с телевизионными рекламными роликами, в которых используются популярные герои мультфильмов, вроде Губки Боба. В отчете предполагается, что такая реклама поощряет нездоровые привычки питания и что Конгресс должен вмешаться, если пищевая промышленность не изменится в лучшую сторону. К чести Губки Боба, сериал популяризирует и некоторые полезные продукты, например, мини-морковь. Но вероятнее всего, за последние несколько лет вам частенько встречались в магазинах продукты с высоким содержанием сахара с мордашкой с панч-боба на упаковках. Хоть и вкусненькие. Номер 9. Внутренние дилеммы и снижение качества. Все мы слышали о том, что Губка Боб ушел в глубокий штопор после третьего сезона, и полнометражка 2004-го года должна была поставить точку в жизни сериала. Поклонники не единственные, кто ощущали это. Создатель Стивен Хилленбург думал, что франшиза достигла своего пика на полнометражном фильме, и был готов откланяться, прежде чем рейтинги сериала скатятся в тартарары. Несмотря на это, Nickelodeon заказала новые эпизоды, не желая расставаться со своей дойной коровой. Даже после того, как Хилленбург ушел с поста шоураннера, шоу продолжило выходить. Многие утверждают, что из-за этого сериал сильно пострадал. Тем не менее, Губка Боб остается одним из самых прибыльных проектов Nickelodeon. И вы знаете, что по этому поводу говорит мистер Крабс. Номер 8. Спин-оффы. Известно также, что Хилленбург был против создания спин-оффов Спанч-Боба, несмотря на сильное давление со стороны высшего руководства. Nickelodeon прислушивался к пожеланиям Хилленбурга, до той поры, пока тот не скончался в 2018 году из-за сердечной недостаточности. Менее чем через год после смерти Хилленбурга Nickelodeon официально дал зеленый свет серии приквелов под названием Camp Coral. Она фокусировалась на маленьком Спанч-Бобе и его друзьях. Учитывая отношение Хилленбурга к спин-оффам, многие тоже считали это дурновкусием. Поп Тибет даже написал в Твиттере. Это все про делки какого-то жадного, ленивого руководства, и они все прекрасно знают, что Стив был бы против. Позор им. В дополнение к Camp Coral спин-офф про Сквидварда уже находится в разработке у Нетфликс. Номер 7. Род матроса губки Боба. Хоть губка Боб может зайти зрителям всех возрастов, есть мнение, что серия Род матроса написана все же для взрослых зрителей, а не для детей. В этом эпизоде Спанч-Боб и Патрик нахватались 13 ругательств, которые забавно запиканы морскими шумами. Этот эпизод может быть любимым для множества фанатов, но вот родительский телевизионный совет США был явно не в восторге от подобной сатирической подачи мата в этой серии. Несмотря на то, что губка Боб был назван одним из лучших кабельных шоу, совет напал на рот матроса в своем отчете под названием «Волки в овечьей шкуре». В нем предполагалось, что серия пропагандирует нецензурную лексику. Ричард Хафф из Нью-Йорк Дейли Ньюс утверждал, что совет переврал смысл эпизода и посвятил совету статью под названием «Отстойники». Номер 6. В планктонии 13 причин почему. У Спанч-Боба есть хорошие серии, есть и плохие, а есть обед из одного блюда. Если вам повезло его пропустить, мы все равно вкратце про него расскажем. Сюжет повествует, как мистер Крэпс наряжается в кита, чтобы запугать планктона. Неумолимая тактика запугивания Крэпса доводит планктона, и он просто ложится посреди улицы, чтобы его переехал автобус. Серию подвергли критики не только из-за жестокого обращения с планктоном, но и за то, что попытка самоубийства подается как главный панчлайн на Никелодионе на минутку. Вообще, в Губке Бобе было даже несколько шуток о самоубийстве. Но именно обед из одного блюда заставил фанатов перейти в режим Берсерка. Номер 5. Губка Боб возвращается. Губка Боб в рекламе Бургер Кинга может и не показаться чем-то из ряда вон выходящим, но тем не менее, это, вероятно, одна из самых странных маркетинговых компаний за всю историю. В этой рекламе 2009 года маскот Бургер Кинга тусит в компании девчонок с пресловутыми квадратными штанами. Рекламный ролик представляет собой ремикс Sir Mix A Lot Baby Got Back с новым текстом, вдохновленным Спанч Бобом и другими обитателями Бикини Ботом. И хотя реклама была нацелена на взрослых фанатов, а не на детей, в компании за детство без рекламы утверждалось, что губка Боб и секс просто не сочетаются друг с другом. Мы же предполагаем, что, по их мнению, подобное действие просто недостойно губки. Номер 4. Негативное отображение безработицы В эпизоде «Ты уволен, губка Боб» всеми любимый повар опустошен новостью об увольнении из Красти Краб. Все из-за того, что его босс хочет сэкономить деньжа, точнее, немного мелочи. Пока губка Боб погружается в глубокую депрессию, Патрик указывает на все плюсы, связанные с безработицей. Спанч Боб не разделяет энтузиазма Патрика по поводу лентяйства, настаивая на том, что ему нужна работа. Некоторые углядели в этом оскорбление граждан США, которые живут за счет социальных программ. Вероятнее всего, никто не собирался никого оскорблять, но это не помешало новостным агентствам проводить параллели между Спанч Бобом и экономическими проблемами в стране. Как бы там ни было, мы все еще не знаем, как Спанч Боб может позволить себе ананасовый домик, получая такую маленькую зарплату. Номер 3. Левый губка Боб Пока одни называли серию «Ты уволен, губка Боб, слишком политически правой», другие эпизоды подвергались критике за левый уклон. В четвертом сезоне в серии «Распродажа» ресторан Красти Краб приобретает богатый предприниматель, и заведение превращается в очередную бездушную фастфудную франшизу. Этот эпизод был расценен как выпад в сторону крупного бизнеса, что довольно иронично, ведь губка Боб – это тоже миллиардная собственность огромной корпорации. Крупный бизнес вновь стал предметом нападок в серии «Последняя линия обороны губки Боба». Но что действительно расшевелило консервативное логово, так это экологическое послание в серии. В ответ на экологически сознательную книгу под названием «Спанч Боб Гоус Грин», Стив Дуси из Fox News обвинил Никелодион в пропаганде темы глобального потепления. Дэйв Брикс также был возмущен тем, что губка Боб поддерживал, да-да, неподтвержденное учение. Номер 2. Спанч Боб и синдром дефицита внимания На основании исследования, проведенного в 2011 году университетом Вирджинии и опубликованного в журнале «Педиатрия», выяснилось, что четырехлетние дети, которые смотрели заводные мультфильмы вроде «Губки Боба», хуже проявляли себя на тестах. Тем временем дети, которые смотрели неспешные образовательные программы, такие как Кайо, были более сосредоточенными. По словам профессора психологии Анжелины С. Лиллард, дети, которые смотрели мультфильмы, были вдвое медленнее в сравнении с другими детьми. Никелодион на это ответил, что губка Боб предназначен не для дошкольной аудитории, а для старших детей в возрасте от 6 до 11 лет. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Гей-повестка дня «Губки Боба». Задолго до появления в соцсетях компании за то, чтобы Эльза обзавелась девушкой, возникли предположения о том, что Спанч Боб и Патрик намного больше, чем просто лучшие друзья. Дискуссия разгорелась из-за музыкального видео фонда We Are Family Foundation. Оно пропагандировало разнообразие, используя кадры из Спанч Боба и других детских шоу. А вот Джеймс Добсон, основатель Focus on the Family, пришел к выводу, что губка Боб олицетворяет гомосексуализм. Его поддержал и сайт «Семья под защитой Пресвятой Богородицы». Разумеется, Хилленбург всегда считал губку Боба почти бесполым, утверждая, мы просто пытаемся быть смешными. Вы согласны с нашей подборкой? Зацените другие клевые видео от WatchMojo Россия и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики.